Добрый вечер, уважаемые зрители! Я, как всегда, прошу прощения, что на канале редко выходит видео. Ну, что поделать, загрузка и загрузка. К концу дня уже язык на плече и вообще напоминает шар. Давайте с вами, опять же, поговорим на тему, по которой приходит ко мне масса вопросов и звонков. Обращений, комментариев, 1S ERP. И очень интересный был вопрос, такой мета-вопрос. А что изменилось от прошлых видео, когда вы писали? Ну, естественно, все мы меняемся, возможно, мое мнение изменилось. Он сподвиг меня на эту запись. Ничего не изменилось, только ухудшилось. Да, именно так. Как компании почему-то думали, что внедрение 1S ERP сделает их успешными, у них сократятся запасы временного формирования заказов поставщикам, они начнут своевременно формировать заказы поставщикам, своевременно начнет производство выпускать товар, служба продаж будет предоставлять корректную информацию о потребности клиентов. Ну, то есть, разрешатся те проблемы, которые существуют на бизнес-уровне. Так очень многие компании до сих пор и думают. Именно поэтому я получаю там звонки и вопросы, а вы можете нам внедрить 1S ERP? Нет, не могу. Но вообще не понимают, что значит внедрить. Куда его надо внедрить? Это что, зонд инопланетный? Куда я должен его внедрить? Цифровая трансформация, как фундаментальная концепция, по-прежнему мало кому понятна и мало кем осознана. Что сама по себе цифровая трансформация подразумевает качественное иное состояние бизнес-архитектуры, как было философской загадкой, так и обрело уже орел миф, а не то, что философской загадки. Да, можно решить те задачи, чаще всего которые поставлены перед внедрением. Но то, что инструменты их решения находятся далеко не только на уровне бизнес-приложения, где находится ERP, а часть всего этих инструментов находится на уровне бизнес-архитектуры, архитектуры данных, трансформации стиля менеджмента, трансформации принципов управления человеческими ресурсами, местами даже орг-дизайна, прости небо, как элементы управления бизнес-архитектурой по стандарту ТАГАФ. Это все как было мистической ситуацией, так и остается. Специалисты. Специалистов по 1S ERP, как было, кот наплакал, так и остается. Огромное количество людей, которые заявляют компетенции в 1S ERP, но элементарно не могут решить никакие тестовые примеры, не обладают soft skills, навыками коммуникации, терпением, трудолюбием и так далее. Знанием мета-сущностей, пониманием бизнес-процессов, пониманием управленческого учета, умением отличить рид-костинг от АБЦ-костинга. Третьей линии как не было, так и нет, и, собственно, это катастрофа. Наверное, была бы, если бы я вел одновременно 42 проекта. Но поскольку я этого не делаю, для меня это не является критической проблемой. Вторая линия практически та же самая каша, только чуточку пожиже, потому что на вторую линию прорываются индивидуумы, которые сами смогли чему-то научиться. Ну, первая линия мы о них говорить не будем. Первая линия никак не определяет успех проекта. Успех проекта по цифровой трансформации компании определяет наличие архитектора, айти-лидера, лидера изменений в виде, там, ИЧАРа или кого-то, кто имеет внушительное влияние в области корпоративной культуры и взаимодействия с сотрудниками. Третья линия методологов, напоминаю, для тех, кто забыл, это бизнес-аналитик плюс системный аналитик, плюс универсальный консультант, плюс малый ЭП-шник. Мощные второй линии, способные работать в группах с методологами, реализовывать автоматизацию блоков за какое-то внятное время. Все то же самое. Все так же куча компаний, большая, которая считает, что 1S ERP можно внедрить за сумму, сопоставимую с той суммой, которую они отдали за покупку лицензий. Все так же я говорю, что сумму, за которую можно якобы что-то внедрить, начинается вот там 15-20x сумме лицензий. Хотя это так, цифра практически из головы, но на практике где-то там можно что-то начинать щупать. В реальности все значительно дороже. Еще раз. Все так же куча людей считает, что если поставить 1S ERP, раздать кучу одинаковых инструкций сотрудникам и написать 3,5 начета, 2 печатные формы и 1 обработку, и даже если после этого закрыть месяц, кое-как заколотив его гвоздями, то это будет типа внедрение ERP. Все те же самые проблемы, мифы, иллюзии, они все здесь. Тот факт, что 1S ERP напрямую не связано с повышением эффективности генерации денежного потока, а на самом деле, собственно, мы для чего? Для чего мы делаем бизнес? Для того, чтобы генерировать денежный поток. Если мы без 1S ERP генерируем тот денежный поток, который нас устраивает, зачем мы генерируем у себя 1S ERP? Это выглядит так, что нам хорошо, теперь нам нужна дурная болезнь, чтобы нам скучно не было, да? 1S ERP, вы должны понять, это вызов. Вы живете в комфортной квартире, в комфортном обществе, в комфортном всем. Вы едете в Африку, вы едете в страну, в которой идет гражданская война, вы бросаете себе вызов. Каждый день вы начинаете бегать, тренироваться, стрелять из автомата, драться на ножах. Вот что такое внедрение 1S ERP. Для компании это фундаментальный вызов самой себе. Выживу или нет? Если выживу, то стану сильнее или нет? Очень странно, когда человек от нечего делать говорит, все, мне надоело моя комфортная жизнь, я, наверное, растолстел, теперь я буду спецназом космодесанта. Естественно, да, на какой-то части проекта сталкивается с бесконечным количеством трудностей, а любое, так называемое, внедрение это бесконечное количество трудностей. Люди говорят, о, нет, это проклятая коробка, она не рабочая. У меня куча комментариев под видео про ERP, что ERP не рабочая, в ERP невозможно сделать закупку, у нас стало производство, когда мы начали внедрять 1S ERP, консультанты-идиоты, программисты-идиоты, программисты-консультанты-идиоты, все идиоты, мы тоже идиоты, потому что мы не понимаем эту систему, но в таком духе огромное количество комментариев, я просто нецензурный не стираю, я не пропускаю нецензурный комментарий на канал, чтобы он не попал в какой-нибудь санкции, не был там забанен, закрыт или еще что-то подобное. Понимаете, мне нечего вам нового сказать, все стало только хуже, чем раньше, за последние полтора-два года. Огромное количество специалистов, которые занимались внедрением 1S розницы, посмотрело курс за 2100 рублей, который на 1S онлайн, концепцию 1S ERP, и теперь объявило себя ERP-шниками. Я их собеседовал, это не смешно. И тем более, даже объявило себя не второй линией ERP-шниками, а третий. То есть то, что они смогли автоматизировать три точки соединенной с розницей и то не все. В их понимании этого, а если кто-то автоматизировал, все это рукой телепроекта по цифровой трансформации крупного завода. Он готов. Он готов. Мне по-прежнему, наверное, вот что изменилось все-таки, это то, что раньше я поражался ситуацией, что этим людям верят, этим сказочникам верят, этим компаниям франчайзи, которых работают студенты, которые вчера увидели ERP, верят. Им доверяют проекты на десятки миллионов, на 50-60 миллионов. Верят штатным IT-службе, которая с семеркой-то не очень справляется. С УТ не очень справляется. У них УТ, у них там блоки, у них в использовании УТ кривой, блоки бонусов вписаны. У них вписаны блоки, которые есть и по ООН функционали, они его настроить не могут. По-прежнему куча компаний считает, что программисты что-то будут внедрять. Развнедрятели. И они по-прежнему здесь. Чем дальше в лес, чем больше цифровая трансформация становится фундаментальным базисом развития бизнеса, тем больше трэша. Если кто-то думал, что чем дальше, тем будет глажа, то тот сильно ошибается. Не будет. Надеюсь, я никого не разочаровал.